Большой охоты Марко Кунцуло Один профессиональный охотник Стефано Деомичис Один следопыт Исайя Кисоми Одна съемочная группа 21 день Кафрский буйвол Кафрский буйвол После трудной охоты, продолжавшейся несколько дней, прошлой ночью мы праздновали поимку леопарда, первого леопарда Марко. Этим утром чувствовали себя слишком уставшими для того, чтобы вернуться к нашим охотничьим делам. Мы решили дать себе передышку. После обеда вся группа, запавшись водой, отправилась в Лазумбе, в деревню, расположенную рядом с лагерем. Новость о поимке леопарда уже достигла их. Нас встретили с улыбками. Поздравляли Марко. Мы очень ценим такие моменты. Тут происходит обмен между абсолютно разными мирами и культурами, далекими друг от друга. Может, мы до конца и не понимаем этот другой таинственный мир, словно застывший во времени, но нам здесь очень хорошо. Моя охота в Африке началась с подарка судьбы. Встречей со Стефаном и папой Массимо, профессиональными охотниками, которые учат себя ценить и любить охоту. В Танзании мне нравятся местные населения. Все очень улыбчивые, добродушные. К тому же здесь необыкновенная природа. Можно бесконечно наслаждаться закатами и восходами. Это никого не оставит равнодушным. До наступления ночи остается еще пара часов. Мы покидаем Лазумби и устремляемся на запад, к озеру Танганьика. Это время, когда животные выходят из своих укрытий на охоту. Мы надеемся на случайную встречу. Впереди мы видим дорогу, на которой возникают странные сооружения из кирпича. Смотри, вот еще, видишь? Энтони, наш следопыт и местный гид, рассказывает нам старую историю, которая берет начало еще со времен наших праотцов. Он говорит, что это место называется «место древних». Они приходили сюда, складывали камни, вокруг которых разводили огонь и плавили железо. Но как? Вон там стена, она как будто напоминает печь. Пойдем посмотрим. Пойдем. Энтони говорит об этом с неким благоговением. Не в первый раз мы замечаем, что в Африке любой факт или событие, пусть даже самое обыденное, носит ореол таинственностью. Это сделано из глины. Он говорит, что это происходило внутри. Здесь что-то типа поддона. Знаешь, возможно, что они помещали камни сверху. Да. Потихоньку они плавились. Смотри, вот видишь, они точно кажутся остатками железа. Возможно, они и расплавляли их. Они надеялись получить это путем процеживания, но твердая порода не капает. Смотри. Это железо вытекло из этого отверстия, это остатки. Они безупречны. Да, это тот же диаметр. Теперь это отчетливо видно. Видишь разницу в цвете? Да. С этой стороны он обожден больше, а здесь почти окаменел. Видишь? Ты видишь это? Это какой-то древний предмет для охоты. Охотничья древность. Охотничья древность. Время 6.30. Мы менее чем в 40 километрах от озера Танганьека. Мы видим его сквозь густую растительность, за которую садится солнце. Чуть позже Исайя делает знак Стефана, и машина останавливается. Что случилось? Исайя непредсказуем. Ты видел, что он нюхал? На дороге Исайя заметил следы Роан, большой антилопы, обитающей только в этой части Танзании. Следы свежие. Возможно, антилопа была здесь совсем недавно. Нужно сохранять спокойствие. Как и все антилопы, это очень осторожное животное. Если она почувствовала опасность, то могла убежать и преследовать ее бесполезно. В преследовании вся суть охоты. Мы преследовали Роан. Но Энтони и Исайя случайно наткнулись на следы буйвола. Он был здесь ночью. Ночью. Ночной буйвол? Решение принято немедленно. Мы бросаем преследование антилопы, и следопыты начинают изучать землю. Буйвол прошел здесь ночью, но Исайя находит другие, совсем свежие следы. Это не исключает возможности того, что он был здесь час назад. Их пара. Два. Два буйвола. Возможно, есть еще. Они спали здесь? Их три. Действительно, три. Да, три. Мы внимательно смотрим на следопытов, и их вид говорит нам о том, что добыча неподалеку. Под каждой тенью от дерева нам мерещится темный силуэт буйвола. Они спали здесь. Сколько их? Пять. Это группа из пяти самцов, которые держатся вместе. Они прошли здесь этим утром. Но как ты узнал, что они были здесь? Ты видишь этот кусочек травы? Да. Она еще зеленая. Да. А видишь эту? Да. Она примята, но все еще сохраняет свою эластичность. Да. Солнце светит целый день. И если бы прошло более двух суток, она стала бы совсем сухой, как эта. Ясно. Она же, наоборот, довольно свеженькая. Значит, они были здесь утром, где-то в семь тридцать восемь. Там впереди река, а там небольшая лужа. Значит, здесь они принимали ванны, избавляясь от паразитов. Они двигаются медленно. Теперь они потихоньку идут к другой реке, там, внизу. Поэтому логично было бы предположить, что утром мы сможем обнаружить их там и перехватить по дороге. Да, а когда они этого не ожидают? Потому что когда ты такой, такой большой, да, большой, привязан к определенной территории, мы решаем вернуться сюда завтра. Мы очень рады тому, что впервые на протяжении всего сафари мы настолько близки к буйволам. Для Марко это самая захватывающая охота, потому что здесь, в Танзании, водятся самые красивые виды кафрского буйвола. На обратной дороге мы встречаем Мохаммеда, который идет проведать своего отца. Ему предстоит еще два дня пути. Где он будет спать? Не страшно ли ему? Каждый день во время сафари мы открываем для себя что-то новое, что не перестает нас удивлять. Мы возвращаемся в лагерь, усталые и замерзшие. Но Джозеф уже приготовил горячую воду для душа и сварил один из самых вкусных своих супов. Теперь мы должны поспать, потому что завтра нам предстоит очень ответственный день. Вторник Шесть часов утра Вторник Все проснулись в отличном настроении, готовятся к предстоящей охоте, моют машину и предвкушают вкуснейший ужин из буйвола. Рафа, дай мне GPS. Вчера Стефан отметил на своем GPS координаты, где мы нашли следы. Через час мы будем на месте. Удача нам улыбается. Они были здесь ночью где-то часа в четыре. Теперь они идут в том направлении, но сейчас мы не можем определить, сколько их. Исайя и Энтони немедленно принимаются за работу. Они должны найти самые свежие следы и определить направление движения нашего буйвола. Я нашел. Он еще теплый. Сейчас они ищут стоянку для сна. Они шли всю ночь, чтобы не замерзнуть. Где они, как ты думаешь? Меньше, чем в километре отсюда. Нужно подождать. Они двигаются по кругу. А так как их больше одного, все следы смешиваются. Думаешь, это те же, что и вчера? Не знаю. Пока ясно, что и два. Существует еще одна примета птицы, которая их сопровождает и съедает с них насекомых. Если мы их заметим, нужно немедленно мобилизоваться. Исайя что-то нашел? Да. Идем. Их два или три. Они лежали здесь, спали. Здесь, здесь и здесь. Их пять. Пять. Те же, что и вчера? Пять взрослых буйволов. Это возбуждает. Мы окружены густыми деревьями, высокой травой. Везде заросли ежевики и акации. В такой обстановке можно ориентироваться только по следам. Следопыт изучает следы, травинки, листья, контролирует направление ветра. Охотник внимательно следит за каждым их жестом. Адреналин так и скачет в крови. Теплые, теплые. Да их больше. Их как минимум восемь. Одни спали здесь, другие там. Осталось теперь понять, сколько жили всего. А в центре спал самый большой. Главарь? Да. Следы безошибочно показывают присутствие трех буйволов. Но Исаия говорит, что их может быть и восемь. Они очень близко, поэтому и следы очень теплые. Мы идем стараясь создавать как можно меньше шума, но каждый шаг по земле, усыпанный сухой листвой, разносится на километры. Стефано говорит, что мы вообще очень необычно смотримся на сафари, потому что нас очень много, а как правило, группа охотников менее многочисленная. Буйволы очень опасные животные. Обычно в природе они не нападают первыми, но если почуют опасность, могут и наброситься. Благодаря своим рогам, достигающим длину около метра, они могут обратить в бегство даже льва. Смотри, еще следы. Собственным весом так не сделаешь. Тут он копал. Если я подам тебе вот такой знак, стой неподвижно. Черт. Отличное место. Находиться в месте, где растительность настолько густая, очень опасно. Буйволы любят отдыхать под этими кустарниками. Мы должны двигаться очень осторожно. Исайя подает знаки. Нам начинает улыбаться удача. здесь они взяли все, что могли и ушли в том направлении. Изучение следов показывает более сложную ситуацию. есть очень маленькие. Это большая группа из 14-15 особей, среди которых также самка и детеныши. следы многочисленные и запутанные. Энтони и Исайя пытаются различить среди них следы наших особей. Стефана продолжает изучать непролазную чащу, где следы теряются. А это очень опасно. Сейчас мы входим в чащу, поэтому должны соблюдать максимальную осторожность. они где-то впереди. Там есть долина, спускающаяся вниз. Нужно понять, спустились ли буйволы или продолжают идти по равныне. Вот место, где вчера мы видели антилопу Руан. Местность очень открытая, густой кустарник. Если бы нам повезло, мы могли бы найти их прямо здесь. Они любят очень густую-густую растительность. Вчера мы здесь уже проходили. Да, действительно, проходили. Ты уверен, что они спустились? На 90%. Спуск в долину особенно непроходим. И если они туда спустились, нам их не поймать. Мощь этого животного еще и в способности преодолевать любые препятствия на своем пути. Несмотря на то, что их вес может достигать одной тонны, им удается пробраться в самые густые заростли сквозь кустарники и ежевики. Прелесть этой охоты еще и у ее разнообразий, потому что буйвол может вынудить охотника преодолевать различные виды препятствий. Они продолжают ходить кругами. Да, возможно. Да, они очень близко. Супкины дети. Куда дует ветер? Как раз на них. Он приносит им запах и всех, кто в округе. Исайя подтверждает наши опасения. Мы проходим холм и продолжаем следовать за ними. Да, они продолжают двигаться. Последние найденные следы принадлежат стаду, где только самки и молодняк. Следопытам не удается больше обнаружить следы тех самцов, что мы преследовали. Они обсуждают со Стефаном дальнейший план действий. Мы останавливаемся, потому что следы становятся слишком запутанными перед спуском в долину. Следопыты начинают ходить кругами в поисках следов наших самцов, и мы не замечаем, что стадо находится в двухстах метрах от нас внизу. Стефану решает отправить вперед только Исайю и Энтони, а остальные же должны понять новое направление движения Буйвола. После всего, что было сделано, нас не может постигнуть разочарование, но охота непредсказуема. Есть вещи, которые от тебя совсем не зависят. Буйвол очень сильный противник, поэтому успех гарантировать нельзя. Но если ты его достиг, ты получаешь огромное удовлетворение. Туда, куда ушли эти двое, могли пойти и остальные. Они объединились с группой. Нет, не думаю, они идут позади группы. Группа оставила после себя характерный запах, особенно если там несколько самок. они идут на тепло. На тепло других Буйволов и ходят по кругу. Очень длинная прогулка. 11 часов. Мы снова уезжаем. Становится жарко. Идти все труднее. В горах каждая вещь, которую мы несем на себе, становится тяжелее. Поэтому здесь необходимо соблюдать правила. Чтобы выжить, нужно быть всегда свежим и сосредоточенным и соизмерять собственные силы. Здесь растет отличная трава, но они не едят ее. Это значит только то, что они отправились к воде. Когда мы минуем эту лужайку, сердце начинает стучать сильнее. Здесь очень много следов, и опасность может исходить не только от буйволов. Тут могут прятаться и другие животные, которых нам не заметить. Львы, змеи, леопарды. Марко держит винтовку на готове. Говоришь, убрать оптику? Да, дай ее лучше мне. Смотри. Ветер дует сзади, это нам не на руку. Пойдем отсюда. Сейчас мы идем прямо на восток. Через 100 метров мы подошли к огромному откосу, а там местность совсем непроходимая. к тому же там вода. Завтра буйволы должны вернуться сюда. Проблема состоит лишь в том, мы не знаем, по какой дороге они спускаются. По той, по этой или по третьей. Полная неразбериха. Но нет ничего невозможного, если у тебя есть голова. Думай, все получится. Идем? за другими трофеями. Мы с некоторым сожалением оставляем нашу цель. Стефана хочет проверить приманки для льва, оставленные несколько дней назад. По дороге мы встречаем Микки. Он принес хорошие новости. Ни одна приманка не тронута, вы все осмотрели? Две начаты. А как буйвол? Один ноль в пользу буйвола. Пока что. Пока. Дальнейшая проверка ловушек не имеет значения. Мы решили возвращаться через поле про мнение вдоль национального парка Катаби. Странно, что в парке на более подходящей для охоты территории Да. Слишком ограниченный выбор животных. Тебе так не кажется? Да, и не говори. Лендкруизер движется по бездорожью, по камням и сухим веткам. Из-за этого приходится часто останавливаться. Стефана, будучи к тому же отличным механиком, слышит какой-то странный скрип в машине. Мы останавливаемся, чтобы понять, можем ли мы продолжать путь дальше. Мы проверим все прокладки, шины, крепления, подвеску, рессоры. На этой дороге все очень быстро изнашивается. Вероятно, у нас возникли проблемы с подвеской, потому что она очень низкая. И, скорее всего, мы ею где-то зацепились, и она разболталась. Вот, посмотри сюда. Вероятно, что-то случилось с рессорами, когда машина поворачивала. Ее немного перекосило, и возникла разница между углами установки колес. Я слышал, там что-то стучало, издавая вот такой звук. В то время, как кто-то работает, остальные отдыхают и любуются пейзажем. Надо было ехать аккуратнее. Да, да, ты прав. Ну, уже все, я закрепил ее, теперь стук должен прекратиться. Хорошо. Тик-так закончился. Причина устранена, но Стефана не хочет больше рисковать, и вместе с РАФом в течение часа ползает под машиной с инструментами, затягивая все болты и гайки, которые могли разболтаться. Обычно эта операция проводится раз в три дня, но Стефана очень серьезно ко всему относится, он очень внимателен во время сафари, и ему не нужны лишние проблемы. Думаю, что было бы неплохо записать наши координаты в навигаторе. В случае поломки тебе сбросят все запасные части на парашюте. Три дня спустя. Западная Танзания, шесть часов утра. Все, вызов брошен. Мы решили возобновить охоту на буйвола. Вот уже три дня мы ищем его, но безуспешно. Сегодня мы решили поменять место. Будем искать его на юге, на границе с национальным парком. Тем более, что не так давно там были найдены следы. Так они перешли дорогу и двигались отсюда туда. Здесь прошла небольшая гопа. Шесть-семь особей. Вроде бы все самцы. Я вижу большие следы. Исайо взволнован. Следы очень свежие. Он решает пойти пешком вперед вместе с Энтони, чтобы все проверить получше. Он уверен, что это основное место прохода буйволов. Исайя – потомственный следопыт. Эта профессия передается у них из поколения в поколение. Он действительно отличный следопыт. Когда он был маленьким, его этому учил его дедушка. Он очень помогает работе охотника. Ты можешь быть превосходным охотником, но если у тебя нет хорошего следопыта, все усилия напрасны. Из-за особых климатических условий в последние годы здесь возникла серьезная проблема с засухой. В связи с этим многие животные поменяли свои привычки и зоны обитания, в том числе и буйволы. Они вынуждены были перемещаться в поисках воды. Поэтому в эти дни была проделана огромная работа в горах и возле парка Катаби по поиску их новых переходов. Охота на буйволы особенно интересна и непредсказуема. Каждый раз ты не знаешь, что тебя ждет. Но сейчас нам похоже улыбнулась удача и мы начали предчувствовать их перемещение. И в основном сконцентрировались на одиночных особях. На двух, трех, максимум четырех. Я имею в виду особи, которые отбились от стада. Здесь следы очень четкие и видны даже тому, кто не является следопытом. И Исаия принимается за работу. Десять часов утра. Наконец-то мы находим свежие следы, которые указывают, в каком направлении нам двигаться. Это одинокий буйвол, который движется по этой узкой тропе. Он был здесь недавно. Этой ночью. Это следы одиночки. Он вышел погулять. А вот эти следы говорят, что сейчас он возвращается назад в парк. Но он может идти очень долго. Охота на буйвола каждый раз разная. Каждый раз это какая-то другая история. Охота на стадные животные и на животные одиночку отличается. Это животное, которое отбилось от стада. У него нет защиты толпы. Оно привыкло само стоять за себя. Поэтому оно более осторожное и внимательное, а порой и агрессивное. Во-первых, трудность этой охоты с самого начала была в том, что местность, на которой мы охотимся, вся поросла густым кустарником. во-вторых, во-вторых, рельеф здесь очень разнообразный. Из-за частой его смены возникают сквозняки. Ветер здесь постоянно меняет свое направление. И, наконец, последняя трудность состоит в том, что буйволы каждый раз выходили из парка одним путем, а возвращались другим. Поэтому было трудно определить направление, в котором они двигались. Мы обнаружили целых три цепочки следов, оставленные за последние 24 часа и расходящиеся по трем различным направлениям. Поэтому нам понадобилось много времени, чтобы определить, какие животные вышли из парка, а какие снова туда вернулись. Кроме того, следы часто приводили нас к горам, продвижение по которым для нас практически невозможно. Поэтому мы, наоборот, должны были искать тех буйволов, которые ушли на открытые территории, в долины, ближе к деревням и пастбищам. Мы идем по следу. Нет. Сейчас мы пытаемся найти место, где спал одинокий буйвол, вышедший из парка. Я вижу следы, вот они. Сейчас нам из множества следов необходимо вычленить следы одинокого буйвола. Здесь месиво из следов. Вот они. Нужно понять, когда они были оставлены. Да, он все же был здесь вчера. Между прочим, они любят спать под густой кроной деревьев, в зарослях, в самой чаще. Да. Поэтому следует оглядеться вокруг. Он может быть где угодно. видишь? Это листья табака. Здесь он ободрал их. Концы листьев очень острые, поэтому он порезался. Следовательно, где-то у него должна быть царапина. Лист совсем сухой. Он был здесь вчера вечером или сегодня утром. Здесь солнце все очень быстро высушивает. Достаточно всего двух-трех часов. Эта фаза охоты очень трудная. Преследование может длиться часами. Нам предстоит идти по территории, поросшей очень густым кустарником, преодолевая спуски и подъемы. Для этого надо иметь выносливость и терпение. Наша дуэль с добычей уже началась. Вон там одиночный след, но, к сожалению, тоже вчерашний. Не слетание. полдень. Мы идем без остановки уже два часа. Нам с большим трудом удается концентрироваться. Идти становится все тяжелее. Тот, кто идет впереди, задает шаг. Видишь, это раздавленный листочек, он еще свежий. Значит, это след одинокого пуйвола сегодняшний. Возможно, это самый подходящий случай. Земля здесь очень твердая. Он должен очень много весить, чтобы оставить такой след. Значит, это прекрасная большая мужская особь. Энтони, пойдем потихоньку за ним, и давай попробуем определить, какое у него преимущество во времени. Следы еще свежие. Он идет в сторону леса. Скорее всего, он там устроится на ночлег, а потом снова вернется в парк. Это очень трудная охота. Мы прибыли на место слишком поздно. Солнце уже поднялось высоко. Мы идем по следу огромного одинокого буйвола. Это очень крупный тяжелый самец, судя по величине и глубине отпечатков. Следы его похожи на те, что мы видели на днях. Безусловно, он один, но он в своей естественной среде обитания, у себя дома. Он очень спокоен и пока не чувствует опасности. Потихоньку мы начинаем понимать, куда он идет. Учитывая время, он движется в сторону леса, где дождется наступление ночи. есть еще один положительный момент. Ветер дует нам в лицо, поэтому буйвол не может почувствовать наш запах. Хорошо бы так было все время. Мы осматриваем отпечаток, оставленный передней ногой. там впереди 15, нет, 12 сантиметров, это очень много. Или 15, нет, скорее 12. Исайя, вот он, смотри. Он заворачивает. Энтони, он поворачивает. Даже там, где Энтони, есть следы. Он поворачивает. Если мы не потеряем свет, я думаю, он недалеко. он не поворачивает. Он Девушки отдыхают Стефан обсуждается с ледопытами, как быть дальше Мы в трех часах ходьбы от машины устали и измождены, но никто не хочет сдаваться Решено, что Энтони вернется к машине, а потом приедет за нами на ней К тому же он заберет в нас лишнюю тяжесть А мы должны пройти еще немного Буйвол убежал, но уйти далеко он не в состоянии Они проходят сюда, здесь были два или один И остальные были здесь Смотри, вот здесь они объединились и пошли дальше Видишь, они все стекаются сюда, в чащу Потому что здесь тень и ветер Кажется, наш буйвол объединился с другим, таким же одиночкой Их стало легче преследовать, потому что они замедлили шаг Мы движемся спокойно и неторопливо Ветер изменил направление, и теперь, безусловно, они не чувствуют наше присутствие Мы осматриваем в бинокль каждый куст, в котором могла бы спрятаться добыча Потому что если они почувствуют опасность, то вполне могут напасть на нас Они продолжают двигаться в том же направлении На этой узкой тропе легко понять, куда они идут Если они отклонятся от курса или решат свернуть, мы увидим это по следам В таких случаях необходимо проявлять упорство Время где-то в районе обеда, значит, мы преследуем буйвола почти 4 часа А результатов? Никаких Мы уже практически впали в отчаяние и потеряли надежду Но тут заметили, что буйвол замедлил шаг Смотри, видишь этот зеленый кустарник? А так, обойди его слева Видишь это дерево? Там прямо за ним сзади пятно Подожди, подожди, дай мне посмотреть Секунду Исайя и Стефана контролируют процесс Нам его видно не очень хорошо, потому что, по сути, видна только часть туловища Голова вся спрятана в ежевике Поэтому мы и не заметили его сразу Вон там я вижу хвост Отлично, там, где хвост, там должна идти спина Ты видишь ее? Удалось разглядеть спину Впереди дерево, постараюсь зайти между деревом и спиной Давай, попробуй, попробуй взять его Стреляю Отлично Это самый ответственный момент Адреналин зашкаливает Первый выстрел очень важен, потому что раненый буйвол может стать опасным и мстительным Кроме того, если попасть в легкие ли сердце Сила буйвола такова, что он может продолжать двигаться еще очень долго Первый выстрел должен парализовать его Поэтому нужно попасть в позвоночник или в мозг Я выстрелил в животное Оно остается неподвижным Пуля точно попала в цель Вероятно, я повредил позвоночник Мы спускаемся к нему Стреляй, стреляй, давай Большой красивый трофей, поздравляю Браво, молодец Браво Как и большая часть буйволов, что водится в Танзании Этот отличный трофей Прежде всего из-за своего размера Это старый самец, лет 15 Для Марко это отличная награда за тяжкий труд Как только мы прибываем, люди начинают чистить его от ежевики, в которой он искал защиту Наконец-то у нас в руках наш трофей Прекрасный буйвол, старый Особенностью которого прежде всего являются очень старые рога На одном из рогов есть повреждения Непонятно, получены ли они естественным путем или в результате ударов охотников Что это у него на роге? Это старая рана, нам не удастся понять, как она образовалась Из-за нее он лишился части рога Да, безусловно Да, но только снаружи Да, это нормально для такого старого животного Он живет в действительно жесткой среде И ему не до красоты Этот очень старый Но посмотри, какой он красивый Выстрел, как ты думаешь, куда он пришелся? В позвоночник В позвоночник возле шеи Второй куда-то в туловище для уверенности Красивые животные, да Красивые, посмотри, какая шея Кроме того, что это великолепный трофеон Обладает еще одним достоинством Может служить приманкой для льва или леопарда Надеемся Подходящий момент для фотографии Каждая охота на буйвола – это особенная история Поэтому каждый раз она неповторима и незабываема Как только мы приедем, в деревне будет праздник Стефано обещал им часть буйвола, если нам удастся поймать его Все эти дни мы все время расспрашивали крестьян о том Не видели ли они следы или другие признаки животного Вся деревня принимала участие в этой охоте К Стефано и главе деревни было очень трудно поддерживать в них энтузиазм Но сейчас они ликуют, смеются и кричат от радости Этот дар многое для них значит Он позволит накормить много семей А для нас это лучшее окончание дня В этом и есть первостепенная задача охоты Автор сценария Борис Череленко Оператор Агата Бадома Это 9-8-6-3-6-6-6-5-7-9-9-8-6-6-7-%-17-7-7-2-1-0-2-0-3-7-7-7-7-7-8-9-10-7-7-9-1-0-3-7-7-7-7-7-5-1-8-10-7-7-9-10-7-9-!